Друзья, всем привет! Меня зовут Анастасия Шнайдер и вы на моем канале про моду, шоппинг и модные путешествия. Сегодняшнее видео посвящено домашней одежде, одежде для сна, как ее выбрать, где ее найти, на что обратить внимание. Все-все-все вы найдете сегодня в этом видеоролике. Если вам это интересно, не переключайтесь и продолжайте смотреть. Друзья, начинаем с вами обзор домашней одежды, домашнего, в принципе, того, что нас окружает дома в сочке зрения, одежды. Но мне хотелось бы с вами поговорить также в целом, глобально, да, подойти к вопросу о том, что нас окружает дома, какой текстиль. Это очень важный вопрос. Мы с вами об этом уже говорили однажды, но мне хочется еще раз про это проговорить. Моя аудитория становится больше, шире, и не все видели видео, которое я выпустила год назад. Поэтому давайте вернемся к вопросу, важному вопросу про ткани, которые нас окружают дома. Во-первых, дома мы проводим по сне. Треть нашей жизни – это уже факт, который доказан. Мы дома проводим все равно, несмотря на то, что даже если мы работаем 8-10 часов, все равно проводим большую часть жизни дома. И так получается почти что две трети, ну, да, возьмем хотя бы половину жизни мы проводим дома. И важно, что нас окружает. Какие ткани я бы вам рекомендовала внедрить или, в принципе, использовать в вашей повседневной жизни. Коснемся постельного белья. Конечно же, это должно быть прежде всего натуральные ткани. Я даю предпочтение хлопку, я даю предпочтение шелку. Сейчас мы с вами поговорим. Это не зря здесь все устроено. И лёна. Ну, лёна – это такая специфическая все-таки ткань. Не каждому она подходит. Для кого-то она может показаться слишком грубой. Моё видео будет основано на вопросах и ответах, которые я получила в Инстаграме. Прежде чем подготовить это видео, я задала моим подписчикам вопрос. Друзья, о чём вы хотите поговорить? О чём вы хотите узнать в видео, которое я приготовлю, именно касающиеся домашней одежды и одежды для сна? Первый вопрос был, Анастасия, в чём вы спите? И вот, друзья, я вам демонстрирую, в чём я сплю. Я вам скажу так, я абсолютно пижамный человек. Человек-пижама – это просто про меня. Зимой я сплю в тёплых пижамах. Чаще всего они сделаны из стопроцентного хлопка. Либо же летом я выбираю шёлковые варианты, вот как сейчас на мне. У нас уже блюцерно тепло, я могу позволить себе спать уже в лёгкой пижаме. Пижама, которая состоит из шортиков и топа. Это два моих самых любимых варианта, и им я отдаю предпочтение. Всё, больше ни ночнушки, ни какие-то платьицы, ни другие варианты мне не подходят. На мне сейчас вы видите пижаму Lily Silk. Кстати, друзья, я помню, мы с вами уже обсуждали этот бренд. И я могу вам сказать, что проверенным временем прошло уже, мне кажется, полгода или больше. И я бы вам не показывала этот бренд второй раз, если бы не была уверена в качестве. Меня качество абсолютно устроило на 100%. И ребята со мной связались второй раз и предложили прислать ещё одежду, ещё раз на рассмотрение. Я согласилась, ещё раз повторю, потому что у меня первый раз качество абсолютно устроило. Что Lily Silk предлагает? В принципе, они предлагают высокого качества шёлковую одежду, очень много кашенировой одежды. То есть у них премиум сегмент, премиум класса тканей, из которых они делают различного вида одежды. Блузы, домашнюю одежду, домашнее бельё, аксессуары. Огромный выбор. На самом деле на сайте можно найти огромное количество различной одежды. Я отдаю предпочтение домашней одежде, в данном случае в Lily Silk, мне очень нравится. И футболку. Футболку вы увидите попозже. Что касается постельного белья. Чем хорош шёлк? Обладает супер качествами, антибактериальными качествами, что позволяет вам максимально долго сохранить вашу красоту. Я попробовала полгода, ждала каких-то прекрасных изменений. Не буду вас обманывать. Я, конечно же, не помолодела на 10 лет. Но, хотя, кстати, некоторые говорили, что с этой стрижкой я теперь выгляжу на 15-10 лет моложе. Здесь 100% дыжащая ткань. И вы будете себя очень комфортно чувствовать в течение сна вашего. С этими прекрасными наволочками. Но, они делают не только постельное бельё, но также этот бренд, который заботится, в принципе, об экологии. У них Zero Waste. Это значит, что безотходное производство. Они используют все остатки тканей, которые у них остаются от производства одежды и постельного белья для изготовления небольших аксессуаров. Например, такие, как маски для сна. Маска для сна – это такая интересная вещь. У меня есть подруга в Петербурге. И вы знаете, в Петербурге есть белые ночи. Я обожаю белые ночи. Я обожаю спать, когда светло. Для меня это просто, не знаю, мне кажется, лучшее время, которое может быть в году. Но подруга моя, она абсолютно не может спать. У неё blackout шторы. Она спит постоянно в шёлковой маске. И для неё я заказала тоже эту маску. Я ей подарю на 8 марта. Потому что они делают также Лили Силк. Прекрасное качество упаковки. Когда я первый раз получила эти продукты, я была на самом деле поражена. Такой класс. Очень хорошо сделана продуманная упаковка, которая сразу показывает высокий уровень и преподносит продукт с лучшей его стороны. На самом деле это большая редкость. Я очень много заказываю онлайн. И в данном случае я была приятно удивлена. В этой упаковке продукт не стыдно подарить. Поэтому можно рассматривать это как на подарки в том числе. И вот я эту маску ей презентую. Она всё равно не увидит это видео. Поэтому это даже сюрприз не испортит. Также у вас есть возможность получить 15% скидку благодаря моему коду. Специальному вы можете проверить этот код в описании к видео. Всё, что я сегодня покажу в этом видео, все ссылки вы найдёте в описании к этому видео. Поэтому нажимайте, смотрите, вся информация будет там написана. Итак, что касается домашней одежды. Первый вопрос я ответила. Я ношу пижамы. Я сплю на шёлке и на хлопке. И давайте теперь продолжим про домашнюю одежду. Продолжим разговор. Я переместилась в свою кухню, кухню-комнату, чтобы продолжить с вами разговор о домашней одежде. Не всё же нам время с вами сидеть в спальне на кровати. Мы сейчас с вами выпьём кофейку. Поговорим с вами о домашней одежде в такой уютной атмосфере. Ещё я буду постоянно смотреть свой ноутбук, потому что я открыла сайт из домашней одежды. Я подготовила для вас некоторую выборку, то есть обзор брендов, которые представляют домашнюю одежду. И мы с вами поговорим об этом тоже. Где именно найти домашнюю одежду и на какую именно я обращаю своё внимание. Знаете что, друзья, я, наверное, зачитаю вам сейчас все вопросы. Они все входят в одну и ту же примерно группу. Я так понимаю, что у нас у всех одна и та же боль по поводу домашней одежды. Варианты домашних брюк не из трикотажа. Где купить, кроме Uniqlo? Не из трикотажа. Я обращаю внимание на бренд Oysha. Мне очень нравится их качество. Можно посмотреть в Zara Home, найти что-то. Также можно смотреть в H&M в разделе домашняя одежда. В косе в том числе есть отличные хлопковые брюки, но они не трикотажные. В чём лежать, в чём готовить красиво. Про домашнюю одежду. О, это такой расходник. Какую покупать, чтобы не до первой стирки и недорого? То есть здесь запрос бюджетные варианты, чтобы они были недорого, но в то же время сохраняли свою качество. Я давно ищу что-то изящное, но удобное. То есть здесь вопрос, кстати, совпадает, как выглядит секси и удобно, уютно одновременно. В основном это касается красоты, чтобы мы красиво выглядели, удобно выглядели. Был ещё запрос на бюджетные бренды. Итак, что я придумала, друзья, как мы с вами сегодня построим наш разговор? Я открыла сайт галереи, торговый центр галереи в Петербурге. Огромный магазин, в котором собрано, мне кажется, большинство брендов, представленных на российском рынке. И в том числе домашние одежды, помимо онлайн других платформ. И таким образом мы можем посмотреть каждый магазин один за другим и посмотреть их ассортимент. Предлагаю вам начать обзор брендов домашней одежды. Начинаем с самой бюджетной марки. Я постараюсь идти равномерно от самой бюджетной к более высокому сегменту. Это бренд Tizenis, многие из вас его знают. Кстати, он относится к группе Calcdonia. Мне кажется, он больше ориентируется на аудиторию, совсем молодую, молодёжную аудиторию, у которых, в принципе, не так много денег на покупку одежды. Поэтому одежда здесь стоит, опять-таки, очень дёшево. Качество здесь разное. Что-то очень удобное, очень миленькое, очень такое детско-наивное, с различными принтами, микки-маусы, цветочки. Если вы это любите, почему бы нет, можно носить это абсолютно в любом возрасте. По качеству. Всё, что касается атласного. Есть такие атласные пижамки. Это всё стопроцентный полиэстер. Я нашла симпатичные домашние брюки с леопардовым принтом. И если их дополнить элегантным, обтягивающим топом в рубчик с кружевом, будет очень смотреться и элегантно, и удобно, и в то же время женственно, на мой взгляд. Поэтому эти брюки мы берём в копилку. Я нашла также в Tizenis очень симпатичные шортики тёмно-синего цвета. Они также представлены в белом цвете с кружевом. И это стопроцентный хлопок, друзья. Эти шорты отлично подойдут как для домашней одежды, если вы хотите дома ходить в шортиках. Также и спать в них тоже прекрасно. И ещё топ с длинными рукавами. Так long sleeve. Он представлен в абсолютно разных цветах. Очень широкая гамма цветовая. Тоже с хорошим составом. Вот и всё, что мы нашли в Tizenis. В целом бренд, опять-таки, за счёт своей бюджетной политики, остаётся очень доступным. Но в то же время ткани там в большинстве синтетика. Либо, если это хлопок, то выглядит это немного как одежда для молодёжи, лет 15-20. Но, если вы любите такую одежду, безусловно, вы можете её тоже дома носить. Следующий бренд достаточно бюджетный тоже. Это Women's Secret, испанский бренд. Он давно уже существует на рынке. Качество. У меня тоже были пижамы из этого бренда. Мне очень они нравились. Что с ним происходит сейчас? Я заметила, что они очень сильно сократили свой ассортимент, к сожалению. И качество у них, на мой взгляд, именно если касается этих пижамных комплектов, хлопковых, было всегда хорошим. Здесь всё уютное тоже, пижамки уютные. Здесь такая больше спортивная направленность. Если вам хочется дома выглядеть именно в таком более спортивном, лёгком, расслабленном формате, вам сюда. Всё, что я сегодня говорю, я отобрала для вас с хорошими составами. Я обращаю внимание, например, на брюки в цветочном принте. Они очень симпатично выглядят. Их можно внедрить в свой именно домашний гардероб, сопроводить их белой рубашкой, например, голубой рубашкой. Это будет смотреться очень легко, это будет смотреться женственно и в то же время по-домашнему красиво. Мы с вами переходим в бренд Etam. Это французский бренд. Друзья, здесь, к сожалению, у нас в большей степени идёт синтетика. Очень часто идёт синтетика, к моему огромному сожалению. Но, тем не менее, в Etam я тоже для вас кое-что нашла. Мне очень понравилась рубашка, сприталенная с поясом. Очень элегантная вещь, просто шикарно для домашней одежды. Это будет как раз-таки достаточно женственно. Это будет класс, вот именно в том значении именно класс. И, друзья, что 100% полиэстер. Если мы говорим про идею, чтобы было красиво, в чём можно полежать на диване, в чём можно себя хорошо чувствовать, на мой взгляд. Это вот такого типа элегантные женственные комплекты с брюками палаццо. Возможно, с леггинсами для удобства. Кому-то, может быть, более прилегающие подходят больше. И вот такая сверху рубашка мужского покроя, но с поясом, которая как раз-таки добавляет женственности. Мне кажется, вот такого типа комплект просто идеален для дома. Как одна из альтернатив. Мы можем добавлять другие элементы, но вот в таком формате, мне кажется, это просто идеально для домашнего времяпрепровождения. Но, друзья, опять-таки, в Витаме это всё синтетика. Очень жаль. Я просто для вас показываю картинку, как это может выглядеть. Но не покупать в Витаме, например, если вы где-то увидите более хорошим составом, обязательно приобретайте. Что я нашла в Витаме хорошего? Это бралеты из шёлка. И это как раз-таки то, на что можно обратить внимание в этом бренде. И помимо того, что это тренд и очень актуальная деталь, в принципе, для гардеробов вседневных, уличных стала, в сопровождении с жакетами, с кардиганами, супер популярный сейчас элемент, вы также можете внедрить его в свой повседневный домашний обиход. Это для девочек, кто хочет дома выглядеть чуть-чуть более секси, возможно, для кого комфортно ходить в таком формате топах дома. Вы можете спроводить такой топ, например, брюками палаццо, теми же самыми, например, леггинсами, а сверху надеть красивый кардиган, либо просто широкую рубашку. Будет выглядеть очень секси, будет достаточно удобно, потому что бралет, он состоит просто из ткани, он не должен вам нигде давить ничего, нигде не должен мешать. И вот в таком формате, на мой взгляд, это очень красивый комплект для домашнего препровождения, если вы хотите, чтобы это было и секси, и женственно в то же время удобно. Следом идет Oysha, мой самый, наверное, любимый бренд. К нему питаю нежную эмоциональную связь, наверное. Один из первых брендов, который я увидела в Европе, именно домашняя одежда, он меня покорил. Что мне не понравилось на сайте в этот раз, когда я зашла, это очень сократилась коллекция домашней одежды, которая была раньше у них с различными принтами, яркими, и не только яркими, приглушенными, но очень красивыми. Коллекция была на самом деле богатая, очень широкая. Огромное количество брюк, огромное количество различных топов, на запах, не на запах. То есть я обожала коллекцию домашней одежды, Oysha. В этот раз я этого не нашла на сайте. Но все равно, что-то я нашла для вас. Пижамные комплекты за 5 тысяч, очень красивые пижамы, на мой взгляд, из чистого хлопка. Шелк, но здесь шелковый комплект за 24 тысячи. Если честно, мне кажется, что это уже немного too much для масс-маркета. Oysha, это все-таки масс-маркет, и когда я вижу комплект в масс-маркете за 24 тысячи, у меня возникают вопросы. Шелк мы можем все-таки найти по более доступной цене, даже натуральный шелк в хорошем качестве. Например, я заглянула в Massimo Dutti в размер распродаж. Я уверена, сейчас этого уже не будет к моменту выпуска этого видео, но для вас идея на будущее, вы это можете провернуть и летом, и в другие моменты распродаж. Нашла блузу из стопроцентного шелка, приятного желтого цвета, она стоила в районе двух тысяч. Понимаете, друзья, это стопроцентный шелк, это Massimo Dutti. Почему Wysha стоит 12? Вот я, честно, этого не понимаю, но для вас идея. Вы всегда можете заглянуть в любые магазины, которые занимаются производством женской одежды, выбрать по составу изделия, выбрать стопроцентный шелк и найти блузу в момент распродаж и носить эту блузу прекрасно, как домашнюю одежду. Ее будет, мне, кстати, не жалко, потому что по распродаже цена намного снижена и как раз-таки у вас будет красивый элемент в вашей домашней одежде либо в пижаме. И кашемир, тоже кашемир за 32 тысячи Wysha кашемировый костюм. Ну, тоже большие вопросы, но костюм сам по себе прекрасный, тоже как одна из идей для более прохладного времени года, когда мы дома можем носить такой кашемировый костюм. Когда мне задавали вопрос, где можно найти хлопковые хлопковые брюки для дома, вот Wysha были отличного качества. Качество Wysha меня никогда не подводило. У меня есть очень большое количество именно брюк хлопковых, и я их ношу с удовольствием очень долго, очень интенсивно, поэтому качество в этом бренде, я подтверждаю, мне подходит. Я могу вам посоветовать это качество. Так, друзья, следующий бренд Intimissimi. Здесь мы с вами можем найти большое количество тоже шелковых и подшелковых изделий. Выбор огромнейший, здесь шелк есть, но нужно тоже внимательно читать составы, потому что иногда громкое заявление, например, тонкий топ из Madalas и Kashimira, Kashimira там 4%, Madal в принципе не самый плохой материал, несмотря на то, что я вам вначале говорила, что я сторонник натуральных тканей, но для домашней одежды Madal, он в принципе обладает достаточно хорошими качествами, поэтому если эта одежда не для сна, а именно для домашней активности, то изделия, в составе которых находится Madal, я могу рассмотреть и могу вам посоветовать, поэтому в Интимисии я для вас нашла интересный топ, очень облегающий, очень такой секси все-таки, подчеркивает все, что можно подчеркнуть, потому что вы видите, как он облегает, очень красивый элемент для домашней одежды, если мы, например, его сочетаем с элегантными шортиками шелковыми, или, например, с широкими брюками палаца трикотажными, не обязательно его покупать размер в размер, вы можете взять на размер побольше, и тогда он не будет так сильно облегать тоже, и как раз-таки, друзья, в Интимисии я для вас нашла стопроцентный шелк, очень красивые комплекты, и эти комплекты прекрасно будут смотреться и в качестве домашней одежды, в том случае, если вы хотите именно такой красивой женственности, элегантности. Помимо шелковых изделий, что я для вас выбрала в Интимисии? Брюки с прострочкой, немного расклешенные к низу, очень классная модель для домашнего комплекта, также маечки, такие трикотажные, врубчик майки, это такая классическая деталь, очень часто встречается во многих белевых брендах, мне нравится состав именно здесь, в Интимисии, я обращаю ваше внимание на то, что эти майки, они очень удобны и для того, чтобы в них спать, и для того, чтобы вести домашнюю жизнь в них. Вот как раз-таки я вам говорила про Мадал, вот такой комплект, он выглядит, в принципе, как пижама, но я вам рекомендую, если вам нравится идея носить дома именно такие пижамные комплекты как домашнюю одежду, а не как одежду для сна, то я бы рекомендовала вам этот костюм, элегантная вещь с контрастной отстрочкой, еще для вас нашла очень здоровские белые молочного цвета брюки, очень красиво, они очень элегантно смотрятся, я их нахожу привлекательными и нахожу хорошие альтернативы для домашних брюк. Есть еще одна идея, где мы ищем домашнюю одежду не только на сайтах и в магазинах, которые предназначены для домашней одежды, но также и в брендах, которые выпускают и специализируются на обычной одежде. Я хочу обратить ваше внимание только на два бренда из-за ограниченности времени. Я для вас сделала отличную подборку в кос, есть шикарный раздел с домашней одеждой и там можно найти очень интересные варианты. Сейчас в косе новые принты появились и одежда, домашняя одежда с шортиками и сверху с рубашкой такого тоже мужского кроя, либо с длинными брюками и с этой же самой рубашкой, мне кажется, будет идеальным вариантом для домашней одежды. Вы можете и спать в ней, и либо вести домашнюю активность. Также в косе обнаружено безумно красиво, ярко-алого-красного цвета. Домашний комплект, я бы сказала, состоящий из шортов и объемной рубашки оверсайз. Я уверена, этот комплект запросто можно носить и как одежду для улицы в летнее время года. На мой взгляд, наверное, вот из всего, что представлено, это просто бомба вот этот комплект. Но, если вы не любите яркий цвет, он также представлен в нежно-голубом цвете и в полосатом. Также в косе есть и кашемировые брюки, и также у них есть бралеты, на которые я тоже обращаю ваше внимание, так же, как на те, которые мы с вами посмотрели в Этам. Также в косе есть стопроцентный шелк и очень элегантная, красивая, темно-синяя пижама. Просто супер. И, кстати, я помню, что в прошлом году мерила также комплект тоже из шелка, очень красивого, насыщенного, глубокого, темно-синего цвета с такой матовой фактурой. Он предполагался как комплект для улицы, но я уверена, что этот комплект запросто можно носить и дома тем, кто ищет элегантности такого домашнего люкса. Прекрасные кардиганы есть в кос, и это одна из моих идей, как мы можем сделать красивый комплект дома. То есть, красивый, немного более сложный комплект. Не просто худи и спортивные штаны, не просто футболка и какие-то брюки, например, хлопковые. Это может быть женственно элегантно и в то же время удобно для тех, кто любит эту уютность, удобство. Мы берем, например, в Массимо Дуте вот эти молочного цвета брюки, добавляем к нему шелковый бралет из этам, и сверху мы надеваем кардиган из кос. Идея состоит в том, что такого типа кардиганы, которые идут на запах. Это всегда очень женственные элементы в одежде, вот этот вот запах, что платье на запах всегда очень женственные, что кардиганы. И вот представьте, такой комплект кардиган, баралет и брюки. Шикарно! Либо, например, шортики, сверху надели маечку с кружевом, и тоже сверху вот этот кардиган прекрасный. комплект будет удобным, женственным, и тепленьким. Поэтому можно всегда красиво, тепло, женственно одеваться. Просто посмотрите, как можно с этим конструктором играть, как можно с ним взаимодействовать. Добавляем верхний слой, добавляем красивые, светлые тона, если можете себе это позволить, если у вас нет факторов, которые добавляют возможности испачкаться больше, чем обычно. И вот у вас красивый комплект уже готов. Еще один бренд Zara Home. Очень красивая домашняя одежда, очень красивая одежда для сна, в очень сокращенном количестве, то есть ее очень мало всегда. Но она, знаете, имеет такой немного рустикальный, немного а-ля прованс немножко стиль. Всегда это чистейший лен, либо хлопок, в белых тонах, часто очень, либо в серых, либо приглушенных, голубых. Но то есть все очень такое нежное-нежное. Часто бывает красивая вышивка, элегантная. Обращаю ваше внимание, заглядывайте время от времени в Zara Home, качество там хорошее, цены чуть-чуть повыше, чем, например, в том же H&M, если мы берем масс-маркет. Но мне кажется, это стоит того, особенно вот, если вы хотите дополнить именно белым цветом, кипенно-белым, вот это как раз, мне кажется, Zara Home туда, куда вам стоит заглянуть. H&M, безусловно, тоже как один из примеров, как можно найти одежду для дома. В H&M есть линейка для дома в H&M Home. И также просто, если вы зайдете на сайт H&M и выберете раздел домашняя одежда, у вас будет просто невероятно широкий выбор. Я вам предлагаю сделать все-таки сортировку по тканям и выбирать только натуральные в H&M ткани, чтобы это был хлопок, чтобы это был лен, чтобы это был шелк. Шелк есть, кстати, в H&M тоже, в разделе премиум. Есть очень красивые шелковые блузы, есть красивые шелковые сорочки. Они стоят примерно соразмерно сантимиссиями, потому что это премиум сегмент. В H&M опять-таки пижамы и домашние комплекты тоже хорошего качества, если речь идет о 100% шелке. Если это 100% полиэстер, пожалуйста, друзья, проходите мимо, как бы они красиво не выглядели. Хорошо? И в H&M вы, кстати, можете тоже найти для себя элементы, которые вы можете надеть дома, но которые будут находиться в коллекции повседневной. Это касается рубашек. Очень большое количество рубашек формата оверсайз в разных цветах 100% хлопка прекрасно подходит для домашнего гардероба. Также леггинсы тоже в очень красивых есть и цветах, и фактурах. Еще один пример формулы для домашнего гардероба, например, леггинсы, бралет, либо тонкая маечка, и сверху оверсайз рубашка хлопковая. Прекрасно будет смотреться. Тоже этот комплект с уличной обувью можно выгуливать запросто на улице. Так, друзья, мы с вами прошли через большинство брендов, которые можно сейчас найти. Не все, конечно же, затронули, я уверена, не все. Я надеюсь, что вы нашли для себя интересные идеи, что можно носить дома, где это можно найти. Мне кажется, то, как человек одевается дома, это на самом деле показывает его истинное лицо, его сущность, если можно так сказать. Потому что дома мы остаемся наедине с самими собой, с самыми близкими для нас людьми, и это как раз-таки нас расслабляет. Мы позволяем себе для того, что мы не можем позволить себе на улице. Многие из нас. Потому что я знаю, что у многих внешний локус контроля, да, и люди одеваются для того, чтобы выглядеть на улице каким-то образом, чтобы их другие одобрили или не одобрили. Не говорю за всех, но часто такое бывает, в том числе, читая комментарии к видео, я понимаю, что люди и от меня требуют такого же, чтобы я одевалась в соответствии с их представлениями и красивым. Речь о том, что дома, вот как мы выглядим дома, это как раз-таки индикатор того, как мы к себе и относимся. Подумайте на эту тему. Если мы начинаем формировать наш домашний гардероб корректно, то постепенно это идет как такой снежный ком. Это будет отражаться и на нашей жизни, и будет отражаться в целом, и на нашем гардеробе вообще. Подойдите к формированию вашего домашнего гардероба так же, как к формированию гардероба, в котором вы ходите в люди, если можно так сказать. Моя основная идея, это первое, обращаем внимание на составы. Вторая идея, что наш домашний гардероб должен выглядеть так же хорошо, как гардероб для уличной одежды, потому что мы любим прежде всего себя, мы одеваемся дома для себя. Следующая моя идея, это подойти к домашнему гардеробу как к капсульному гардеробу, составить его из необходимых элементов. Например, вы можете взять двое различных брюк, либо брюки и шортики, и добавить его, например, тремя-четырьмя различными верхами, и у вас уже получится отличный конструктор, который позволит вам иметь достаточное количество комплектов. Четвертое или пятое, не знаю, четвертое, пятое, в том, что все мы разные, нет единого рецепта, в чем ходить дома, вы знаете себя лучше, чем кто-либо. Никакая Анастасия Шнайдер не может вам посоветовать, в чем вам ходить лучше. Просто из того, что я вам сегодня показала, я уверена, вы найдете для себя элементы и более удобные, и более теплые, и такие козьи, и комфортные, и более секси, и что-то более женственное. Мне кажется, я затронула большинство сфер и элементов, которыми можно разнообразить наш гардероб. Обратите внимание на женственные элементы, которыми мы можем легко дополнить наш гардероб, но при этом, чтобы наш комплект оставался удобным. Это маечки, это бралеты, это обтягивающие топы, это добавление небольших шелковых элементов, возможно. Не забудьте еще, что вас ждет 15% скидки по моему промокоду, по специальному промокоду в Лили Силк. Там вы найдете большое количество домашней одежды, и не только, и 100% шелка, и из кашемира. Огромный выбор, на любой вкус, на любой цвет. И, что важно, тоже ссылки на все вещи, которые я сегодня показала, вы найдете в описании к этому видео. Все-все-все вам покажу, в чем я сегодня была одета, что я сегодня показала. Все вы это найдете в описании к этому видео, друзья. Я надеюсь, что это было для вас видео полезным, что мы с вами неплохо поболтали за чашечкой кофе в такой домашней атмосфере. Я вам желаю хорошего дня, хорошего настроения, всех целую, всех обнимаю. До новых встреч, друзья, до новых модных путешествий. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok